на портал газет поступил вопрос если библия это слово божие откуда в ней ошибки и противоречия ну знаете несколько сомнений библии слово божие но записывали слово божие люди вот евангелие если мы почитаем самый главный наш наш книжка для христиан саму нас еще написание если мы почитаем увидим что в одном своем книге в одной книге в одном евангелие два бесноватых другому евангелие это же сюжет один бесноватый и это как раз очень даже нормально вот если был бы полная диетичность книг которые были записаны разными людьми в разное время примерно так сказать там то можно было подумать что они сговорились и даже вот у следователей если все свидетели говорят прям один и тот же текст совершенно идентичный они сразу понимают что эти люди сговорились и уже до полного доверия к этому к этим свидетелям нету а здесь видите ли присутствие божия с кивление христа они не сговаривались они писали как они помнили как говорили им к может какие-то очевидцы и поэтому в второстепенных деталях возникает некоторые вот нестыковка вот это как раз показатель что что это люди написали не сговариваясь а то что видели знали слышали эти вот небольшие противоречия они ну как раз свидетельствует а истинности они наоборот учитывая повторяю что это написали люди искать и у них была разная так сказать информация немножко данным что таким раз различалась естественно человеческое свойство там же где но там господь говорит я принес не меч на мир а в другом случае наоборот просто надо смотреть смысл этого высказывания не вот это внешнее сходство фраз а смысл высказывания где господь говорит о мире он принес духовный мир мир божий там говорят он принес не меч и мир но меч он говорит о том что не может быть никакого согласия между дьяволом богом и борьба со злом дома должна быть непри не и о непримиримо и это следует из того контекста так сказать из того текста который где-то фразы потреблены поэтому таких существенных противоречий священописание нет не естественно быть не может внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео